Турция и Азербайджан готовятся к новой войне? Мнение экспертов. Совместные военные учения и сотрудничество между Турцией и Азербайджаном набирают обороты. Только в июне между Азербайджаном и Турцией было реализовано около семи мероприятий, большинство из которых носили характер совместных военных учений. В июне также активно обсуждались вопросы углубления военного сотрудничества. Последними крупными военными маневрами стали учения «Анатолиан Игл-2021» в Турции, которые начались 21 июня и завершились в начале июля. Почему две страны повысили активность на фоне призывов мировых держав к порочному миру в регионе? В беседе с военным обозревателем Давидом Арутюновым и аналитиком Razum.info Робертом Назаряном Армения Today попыталась найти ответ на этот вопрос. Давид Арутюнов назвал несколько причин. Первое – это последствия войны, после которой уровень сотрудничества между двумя странами резко возрос. Кроме того, по словам Арутюнова, в регионе создалась новая военно-политическая ситуация, когда Турция стала куда более активной в регионе и ее влияние на Азербайджан значительно усилилась. Эксперт читает, что активность в плане учений является логическим следствием вышесказанного. Причем, в некотором смысле можно говорить о слиянии азербайджанской и турецкой армии. По словам эксперта, Турция и Азербайджан отрабатывают совместные действия. Из вышесказанного можно предположить, что они готовятся к каким-то совместным действиям в будущем. Другая цель – повышение боевых возможностей и готовности ВС Азербайджана. По словам эксперта, трудно предсказать, чего можно ожидать с учетом этих реалий. Он отметил, что многое зависит от того, как изменится общая военно-политическая ситуация в регионе. Что касается адекватной реакции армянской стороны, то наш собеседник в данном случае подчеркивает несколько факторов. Прежде всего, речь должна идти о финансовых и экономических возможностях Армении, которые, по словам эксперта, значительно уступают возможностям Азербайджана, а тем более Турции. Он отметил, что армянской стороне в целом следует предпринять определенные шаги, чтобы быть готовой к возможным угрозам и вызовам. Помимо этого, у Армении есть союзник, который не только уступает Турции по своим военным возможностям, но сильнее ее, – подчеркнул Арутюнов. Однако, по мнению эксперта, здесь есть серьезная проблема. Он указал на возможное создание новой модели отношений в регионе, где Армения может быть самым слабым звеном. По его словам, не исключено, что эта ситуация постепенно может привести к изменениям в вооруженных силах Армении. Наш собеседник подчеркивает, что речь может идти об уменьшении возможностей, сокращении количественного состава по грузинскому образцу. Давид Арутюнов отметил, что Грузия не является самостоятельным фактором в регионе. Ее внешнюю безопасность обеспечивает Запад. У Грузии небольшая армия, которая решает локальные проблемы. По словам аналитика Razm.info Роберта Назаряна, турецко-азербайджанские военные учения означают, что Турция и Азербайджан не ограничатся пунктами, подписанными 9 ноября. Они, судя по всему, готовятся к новой войне. По словам Назаряна, обе армии продолжают тренироваться, готовятся к новой войне. Это проявляется в их стремлении восполнить военно-технические потери, а также нарастить военные бюджеты теми же темпами, как и в годы предшествовавшие 44-дневной войне. Назарян отметил, что ответ армянской стороны неадекватен создавшейся ситуации. Более того, даже вопрос об устройство границ в нашей стране спустя 9 месяцев после войны все еще не решен даже на минимальном уровне. Следовательно, по словам эксперта, говорить об адекватном ответе армянской стороны на учения Баку и Анкары, а также на риторику азербайджанских и турецких высокопоставленных должностных лиц не приходится. Подводя итоги, Давид Арутюнов отметил, что дальнейшее развитие вооруженных сил Армении во многом зависит от политической, военно-политической, а также геополитической ситуации.